Этот учебный комплекс школы номер 12 в городе Бишкек начали строить в прошлом году. Ожидается, что уже 15 октября он будет знан в эксплуатацию. Большая часть классов практически готова. Вот сейчас мы заходим в учебное помещение и видим, что окна здесь застеклены, установлены батареи, а на полу лежит линолеум. В новом корпусе есть все необходимое для полноценного обучения. Классы с огромными окнами, современные лаборатории, спортзал. Строители постарались на славу, работали по принципу «все лучшее детям». Деньги на эти работы появились благодаря борьбе со взяточниками. Финансирование ведется с единого депозитного счета, на котором аккумулируются средства, полученные от противостояния коррупции. Смертная стоимость 105 миллионов долларов, но тендерная стоимость почти 72 миллиона долларов. Сами видите, все, значит, отделка, все внутренние здания уже завершены. Остались только вот, благоустройство тоже завершается, сейчас вот ирегация уже наставит завершение. Остались, значит, озеленение и подключить к наружным сетям водопровод, электризации и канализации. В ближайшее время будут сданы еще две школы, строящиеся за счет средств, полученных от борьбы с коррупцией. Одна находится в селе Урок Чуйской области, вторая – Ваше. Всего до конца года будет сдано в эксплуатацию 15 новых школ и восстановлено 29, ранее признанных аварийными. Кроме того, строится за счет кредита Саудовского фонда 27 школ. В этом году мы намечаем сдать из Саудовского фонда 4 школы. Строительные работы подходят к завершению и в новом корпусе Республиканской инфекционной больницы. Они выполнены уже на 95%. Совсем скоро и объект будет сдан в эксплуатацию, а пока здесь красят стены и стелят линолеум. Остались, вот вы сами видите, наружные коммуникации провести, потому что мы раньше не могли, потому что вмешало строительство провести наружные работы. Вот сейчас завершим наружную работу, врезку теплотрасс, электроэнергию, а также водопровод и канализацию. И будет завершено. Инфекционная больница в городе Бишкек начата в конце июля месяца. Параллельно велись проектные смертные документации и строительство, потому что это быстровозводимый экспериментальный проект и впервые стали строиться. Новый корпус Республиканской инфекционной клинической больницы рассчитан на 100 мест. В нем уникально все. И метод строительства здания построили за два месяца, и используемые строительные материалы, и планировка. Палаты в основном это боксированный и полубокс. То есть боксированный это отдельный выход снаружи, полубокс это выход коридор, но они друг с другом не общаются. То есть именно для инфекционной патологии, для особо опасных инфекций необходимы именно вот такие палаты. Учетом вот этой коронавирусной ситуации, которая у нас произошла, в детстве проведены все, во всех палатах имеется кислород, подача кислорода. То есть даже каждому больному индивидуально здесь будут поданы кислороды. И третье, это здесь мы имеем реанимационное отделение на 15-й. Такие экспериментальные больницы сейчас также строятся в Нарыне и Аше. Финансирование идет из фонда социального партнерства и развития регионов. В остальных областях идет капитальный ремонт существующих медицинских учреждений. Многие из них долгое время были заброшенными. Например, как поликлиника в городе Токмок. Всего в этом году планируется построить и сдать 14 объектов здравоохранения. А это значит, что в стране появится 1426 новых койко-мест.